Ну вы наверное все сами видели и прекрасно понимаете Удаление в первом тайме при равной игре Ну естественно второй тайм пришлось очень тяжело Мне остается только поздравить соперника с победой Ну естественно за результат всегда отвечает тренер Игроки несут ответственность за свои функциональные обязанности Поэтому я в принципе человек который справляется всегда со взлетами и падениями И я думаю на этот раз я достойно с ними справлюсь На этот раз падение И в такой ситуации думаю что надо будет принимать соответствующее решение Но об этом я не могу сейчас говорить В целом немного изменили тантику в этот раз Ну естественно мы готовимся к каждому сопернику И учитываем их возможности атакующие, оборонительные И также учитываем свой состав, который считаем более эффективным для игры с тем или иным соперником Тот состав и выбираем И также относительно тактики Ну у нас вы же знаете прекрасно что у нас травмирован Чиркин, травмирован Сапаев, который в этой зоне играет опорников Также Сорокин только вернулся в общую группу, две тренировки провел То есть у нас просто нет ресурсов Впереди матч с Шинником Как будете готовиться вообще Если вероятно что кто-то из болеющих на данный момент футболистов сможет в нем сыграть Не понял еще раз Болеющие футболисты, которые все уничтожили, есть разговоры, что они восстановятся в следующий год Команда будет готовиться к следующей игре в обычном режиме Но хороший микроцикл есть, время А те ребята, которые травмированы Ну надежда какая-то есть, что они подойдут Но естественно они не будут в оптимальном состоянии Продолжение следует...